сегодня сборки очередной велосипеды спортмастера зелененький stern motion прикольно вот это вот сделано то есть на заводе начали делать под нижний конус делали-делали потом таки оп давай не будем делать металла жалко и сделали обычный сейчас соберу все расскажу по порядку в этот раз я решил немножко ускориться велосипед полностью распакован к сожалению сразу с магазина принесли велосипед здесь не было картонки и вот тут вот уже чуть-чуть есть в одном месте небольшая царапинка от цепи лучше вот эту часть картонки не снимать до последнего колеса сейчас пойдут на протяжку смысл в том что завода все колеса очень сильно перетянуты и нужно их очень четко отрегулировать чтобы и люфта не было и закусывания не было шарики потом притрутся если будет минимальное закусывание но оно должно быть очень очень маленьким нужно протянуть роторы накачать резину проверить фиксацию звездочки что он хорошо затянутым а я сейчас сразу же перевернул успеет и вот эти все скрытые проводки поменяю местами потому что сейчас они завода идут не так как хотелось бы я имею ввиду когда говорю не снимайте видите да уже немножко подсопана краска лучше всего в самую последнюю очередь снимать эту защиту картонную а еще лучше сразу сюда купить какую защиту неопреновую или пластиковую тоже какие-то потерт с этой стороны дальше рама была последней в магазине придется кому-то покупать лак для ногтей подкрашивать дефекты все остальное пока вроде бы в порядке значит что я имею ввиду говоря про то что надо перекинуть рубашки и тросики вот так вот рубашки завода они заходят такой жуткой петли и трутся об раму с этой стороны и вот с этой стороны здесь будет рам постоянно протираться тросик очень быстро краску сотрет рубашка сотрет очень быстро краску и соответственно тросик когда ходит вот такой сильно изогнутой рубашки ему тяжело ходить он сильнее и быстрее протирает внутренности поэтому их надо поменять местами и сделать так же, как сделано с тормозом. То есть тормоз с завода идет хорошо. А рубашки почему-то они сделали вот таким вот образом. Сейчас я переверну их по-другому и покажу, как это будет выглядеть. Итак, у нас рама в перевернутом состоянии. Вот так вот заходит тросик через верхнее отверстие. И вот у нас нижнее отверстие. Еще один косяк. С завода даже не прокрутили. Видно, что даже винтик не вкручивался. Потеряли одну заглушечку. Отсюда выходит тросик. Здесь очень большое отверстие. Крепится вот эта заглушка на винтик. То есть можно спокойно рубашку протащить обратно, потом вытащить заново и пинцетом вынуть. Проблем нету никаких. Здесь вот тоже крепление. То есть винт надо открутить. Сразу можно сделать здесь каретки дренажные отверстия, чтобы вода вытекала. Если вода попадает в раму, чтобы она отсюда вытекала. Чтобы рама была внутри сухая. Так вот выглядит заглушечка. Она алюминиевая, прикольная. Винтик под шестигранник двойку. Откручивается тяжеловато. То есть он в краску вкручен и зафиксирован. Вот здесь вот снизу на каретке находится номер рамы велосипеда. То есть именно тот номер, который вписывается в паспорт. Если вы не знаете, где номер, посмотрите снизу. Тросик на передний переключатель заходит изнутри. Вот так вот он проходит. Его не всегда удобно запихивать потом обратно. Здесь наконечник я не снимаю. Необходимости нет. Наконечник снимаю только на заднем переключателе. Чтобы тросик не распушился. Так вот, пинцетиком взяли и оттуда вытащили. То есть очень удобно. Большое отверстие удобно протаскивать. Рубашки вынимать. Теперь у нас рубашки пойдут хорошо. Хорошо. Видите, да? Я поглубже заправлю и покажу. Поставили заглушку, которая была в наличии. Поставили ее повыше. В этот раз не здесь, а сюда. Чтобы дренажное отверстие было, грубо говоря, пониже. Самое печальное то, что на заводе вот так вот сильно перетягивают тросики. Он начинает лопаться и пушиться. Но, в принципе, этот тросик еще год-два отслужит. Потом все равно их менять надо. Теперь с помощью пинцета и рук пытаемся просунуть тросик туда, куда надо. Так как он был... Снизу рамы получается вот такой нахлест. Но поскольку все тросики идут в рубашках, друг об друга они тереться не будут и будет все очень жестко держаться. Вот это вот нормальный вариант крепления. А спереди... Сейчас я перевернусь и покажу, как получилось красиво. Закрепили винтик, который держит рубашку, идущую к переднему тормозу. Здесь он под два с половиной. То есть у нас тут ассортимент ключей самый разнообразный. Смотрите, как получилось красиво. То есть все рубашки идут по кругу вокруг рулевого стакана. Они нигде не чиркают об раму. Даже если вы будете поворачивать, он будет только чуть-чуть прикасаться, но не будет ее перетирать. С этой стороны вообще не достанет. Но руль надо еще умудриться по таким большим углом повернуть, чтобы она хотя бы дотронулась до рамы. И тросик внутри рубашки будет очень комфортно хорошо скользить и ничего не будет мешать. Вот это я считаю, это мое личное мнение, что вот если бы с завода делали вот так сразу, это было бы очень здорово, удобно и больше ресурс рубашек и тросиков. А так приходится все это вытаскивать, немножечко царапаются рубашки, и это выглядит уже способными рубашками не очень прикольно. Теперь самый важный и ответственный этап нужно протянуть колеса. Снимаем диски, снимаем пыльники, откручиваем кассету, посмотрите, сколько на ней масла, сколько жира. Вот это все нужно вытереть, потому что на все это начнет пыль прилипать. Нужно все это почистить, чтобы все было снаружи сухое. И дальше мы будем протягивать. Это очень тяжело. Очень тяжело крутится. Нужно протянуть таким образом, чтобы не было люфта, не было закусывания, и колесо крутилось хорошо, чтобы подшипники не начали сразу же выбивать себе дорожки на чашках. Допустимо минимальное, совсем минимальное касание, и подшипники притрутся. Вот сейчас это просто все перетянуто очень сильно, и это нужно отрегулировать. Для этого нужно сначала вытереть кассету, чтобы она была сухая, снять ее, снять диск, протянуть заднюю втулку и переднюю втулку. Потом все это собрать обратно и надуть колеса столько, сколько здесь написано. А написано здесь у нас вот давление от 2,8 до 4,5 бара. То есть под человека нетяжелого, там до 80 кг, надо 3 атмосферы качать. Под человека потяжелее, можно качать 3,5. Это в среднем летом по асфальту грунту кататься. Ну и также весь велосипед, берем сухую чистую тряпочку, протираем рулевую снизу сверху, протираем район каретки, везде, где может быть смазка. Протираем там тормоза, задний переключатель, протираем вот эти места у вилки. Вот это самое важное. То есть вам обязательно нужно следить, как только здесь появляется масло и пыль, пыль, ее надо вытирать тряпочкой, чтобы все это было сухое и чистое. Чем меньше смазки снаружи велосипеда, тем он более сухой, чистый, и грасть не прилипает к нему. На внешней стороне барабана тоже огромное количество смазки жидкой выдавило изнутри. Она здесь не нужна, потому что к ней сразу пыль прилипнет. Пыль, смазка нужна только там, где шарики, внутри. Снаружи вот эта вот смазка, сколько будет притягивать пыль, грязь и все, вон там видно уже, да, что прилипает к ней всякое, это будет влиять на скорость износа. То есть барабан снаружи должен быть полностью сухой и чистый. Сейчас я все буду удалять. Самое главное при протяжке задней втулки это ослабить со стороны диска, очень хорошо ослабить, открутить гайки, вытащить наружу вот эту всю сторону и протянуть гайку и конус, потому что, как правило, именно здесь на 99% втулок, которые пройдет ремонт, все раскручено и не законтрогаяно как надо. Поэтому будьте внимательны, занимайтесь этим лучше в мастерской, конечно. По поводу количества смазки. На заводе смазки добавляет достаточно. Видите, ее даже выдавливает. То есть сколько я там ее вытер, я все равно наружу. Здесь вот прикольно пыльнички сделаны, резиновые. В принципе, грязь будет минимально туда попадать. Сейчас самое главное мне прокрутить гайку и конус, чтобы плотно все здесь держалось. Что ж, прошло полдня, велик еще не готов, клиент названивает. От скотча смотрите, сколько тут грязи остается. Все, надо будет потом протирать. Колеса накинуты. Колеса надо обязательно ставить, когда ее успят на земле, чтобы они четко садились в посадочные места. В принципе, что осталось? Сейчас я поставлю колеса правильно, протяну правильно рулевую, поставлю нормально рулевую вынос, ровно. После этого настрою дисковые тормоза и настрою переключатели. Обязательно не забыть посмотреть каретку и протянуть шатуны, прикрутить педали и все винтики для багажника и бутылкодержателя тоже немножечко подтянуть. Поставили колеса в правильное положение. Дальше затягиваем этот винтик. Рувлевая должна крутиться так, чтобы не было ни закусывания, ни люфта. Соответственно, лучше всего вот этот винтик сначала затянуть до упора, а потом по чуть-чуть ослаблять, чтобы найти то положение, при котором руль будет крутиться легко и не будет закусывания. Потом мы затягиваем вот эти два винта. Затягивать надо с небольшим усилием. То есть вы берете ключ и тянете вот так вот пальцем, совсем вот так чуть-чуть. Чуть-чуть затянули, все, усилие приложили. Дальше выставляем руль в правильное положение, как вам удобно, и начинаем тянуть вот эти винты. Тянем крест-накрест. То есть, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть протягиваем все винты крест-накрест, опять же, затягиваем их до такого состояния, чтобы вот пальцем, вот все, дальше не тянется хорошо, ну, двумя пальцами. Но не надо всей рукой со всей дури тянуть, просто сломаете. Протянули, и дальше приступаем к настройке сначала тормозов. Подвесили велосипеды настройки передних и задних тормозов, и сразу же проверяем люфт каретки, закрученные для чашки, ничего не болтается. Снимаем заглушку, протягиваем шатуны, и сразу же надеваем педаль, чтобы всю сторону это полностью закончить. На этом велосипеде тормоза настроились достаточно быстро, адекватно. Единственное, что был немножко смят задний ротор, я его поправил. Нашел еще один интересный косяк. Когда запрессовывали рулевую, видите, смотрите, сколько краски содрали. Придется опять лаком для ногтей кому-то это все подкрашивать. Все, велосипед почти собран. Сейчас с той стороны протяну шатун, накручу педаль и настрой передачи. И он поедет. Все готово, все настроилось. Передний переключатель хорошо работает, задний переключатель работает хорошо. Но есть проблемка. Здесь вот где-то посередине на кассете разное расстояние между звездочками, потому что кассета китайская, не Шимана. И плохо перескакивает, не сразу. Именно на одной звезде. То есть расстояние между звездами, дефектное, бракованное, и плохо работает. В принципе, это для такой цены велика нормально. Потом когда-нибудь можно на более дорогую звездочку перейти. Все, рулевая в порядке, вилка работает, колеса работают, переключатель работают, тормоза работают. В принципе, вообще проблем тут нету. Никаких. Не считая вот пары сколов на краске, отсутствие крышечки, куча вот этого следов от скотча, резина кена такая тоже, дубовенькая, скажем так. Ну, нормальный велик. Будет кататься. Привозите, соберем вам еще.